Всем привет! Вы смотрите полное руководство по работе с Serpstat, серию видео, где я расскажу вам все, что нужно знать для того, чтобы работать с Serpstat как профессионал. В предыдущих видео мы рассмотрели анализ доменов, анализ страниц и анализ ключевых фраз. Сегодня поговорим об обратных ссылках. Анализ обратных ссылок начинается с анализа домена, потому что мы собираем информацию о ссылках для конкретного домена. Так что вам нужно ввести домен в поисковую строку Serpstat или перейти к списку проектов и выбрать домен оттуда. После того, как загрузится основная информация о домене и появится меню слева, вы можете найти здесь анализ обратных ссылок и перейти к суммарному отчету. На странице суммарного отчета по обратным ссылкам есть вся информация, которая доступна для них в сокращенном формате. Здесь есть информация по ссылающимся доменам и страницам, информация о ссылках с сайтов из доменных зон EDU и GAV, флоу-метрики, такие как Serpstat, PageRank и TrustRank. Первая метрика высчитывается исходя из количества ссылок, которые входят на сайт, который вы анализируете. Вторая — исходя из количества трастовых ссылок, то есть ссылок с трастовых доменов. Ниже на этой же странице находится график изменения количества ссылающихся страниц. В случае для сайта azon.ru это будет график роста. Под этим графиком информация о новых и потерянных ссылках, а также график новых ссылающихся доменов. На графике слева все понятно. Здесь показано, сколько новых ссылок было приобретено или потеряно сайтом в определенный период времени. На этом графике показано, сколько новых ссылающихся доменов появляется в ссылочном профиле сайта. Очень важно понимать, что любое значение выше нуля здесь является положительным. То есть это падение ни в коем случае не означает, что на сайте что-то не так. Просто в этот период было добавлено 6,5 тысяч новых ссылающихся доменов, а в этот период, например, 2,5 тысячи. Так или иначе, это положительный рост. Плюс эти данные зависят не только от того, сколько ссылок сайт получает, но и от того, сколько ссылок индексирует Serpstat. То есть если завтра мы проиндексируем все-все-все ссылки, которые существуют в интернете, этот график резко подскочит, потому что в базе Serpstat появится больше информации о ссылках, больше ссылок в индексе и, соответственно, мы определим больше входящих ссылок для этого сайта. Под этими двумя графиками находится список анкоров ссылок и на этом заканчивается страница суммарного отчета по ссылкам Serpstat. Теперь давайте перейдем в меню слева и подробнее посмотрим на все эти отчеты. Первый отчет – это отчет по ссылающимся доменам. Здесь можно найти список сайтов, с которых проставлены ссылки на сайт azon.ru. В этом списке есть такие показатели, как количество ссылающихся страниц с сайта, Alexa Rank этого сайта и Flowmetric, о которых я рассказывал на странице суммарного отчета. Анализируя конкурентов, обязательно нужно проверять ссылающиеся домены. Во-первых, здесь вы можете посмотреть, откуда они берут ссылки и проверить, возможно, у вас получится получить ссылки с тех же ресурсов. Во-вторых, вы будете понимать примерно, насколько сложно будет конкурировать с этим сайтом. Если вы будете пользоваться этим отчетом для того, чтобы подбирать сайты, из которых стоит получать ссылки, обязательно проверяйте PageRank и TrustRank. Как и все отчеты в Serpstat, этот отчет можно наэкспортировать для работы в таблицах. Больше об этом отчете рассказывать нечего, поэтому переходим к следующему отчету – ссылающейся страницы. На верху этой страницы будут два графика. На первом будет показано количество приобретенных новых ссылок за определенный период. На втором будет показано, сколько ссылок выпало из индекса за тот же период. На верху страницы вы можете изменить дату и смотреть эту информацию для разных временных периодов, что позволит вам анализировать ссылочные профили конкурентов и свои профили более детально. Под этими графиками находится информация о страницах, которые ссылаются на ваш сайт. Выглядят они так. В первой колонке указана страница, с которой стоит ссылка на ваш сайт. Здесь указано, на какую страницу стоит ссылка. Есть флоуметрики, Serpstat, PageRank и TrustRank, тип ссылки Follow и NoFollow, а также информация об индексации этой ссылки. То есть здесь мы показываем, когда первый раз была замечена эта ссылка. Здесь мы показываем, была ли замечена эта ссылка во время апдейта. Например, для этой ссылки видно, что первый раз мы ее заметили 25 июня. Когда мы проверяли эту ссылку 21 августа, она все еще была на месте. В этом поле показано, когда ссылка теряется, но эта информация доступна только в отчете по потерянным ссылкам, которые находятся немного ниже. Оба этих отчетов можно развернуть и посмотреть более подробную информацию, а также их можно экспортировать для работы в таблицах. Основные различия между этими двумя отчетами в том, что, во-первых, в этом показаны ссылки, которые были потеряны, а во-вторых, здесь заполнено поле утеря, то есть можно посмотреть, когда именно была потеряна ссылка. Если анализируете свой собственный сайт, обязательно проверяйте этот отчет. Если видите, что у вас пропадают какие-то важные ссылки, разбирайтесь в причинах и старайтесь их устранять. Следующий пункт в меню по анализу обратных ссылок – это анкоры ссылок. Здесь все довольно просто. Мы покажем вам список текста, который используется на ссылках, входящих на анализируемый сайт. В этой таблице видно, сколько раз используется каждый конкретный анкор и сколько доменов использует этот анкор для того, чтобы ссылаться на ваш сайт. Плюс показано, сколько ссылок с таким анкором было потеряно и для скольки из этих ссылок указан атрибут NoFollow. Проверять анкоры очень важно для составления своего ссылочного профиля. Если смотреть на ссылочные профили успешных конкурентов, можно понять, как именно работать с анкорами, для того, чтобы не поймать санкции от поисковой системы. Наверху этого отчета можно активировать облако анкора и посмотреть, какие слова используются чаще всего в качестве анкора для этого конкретного сайта. И, как и все остальные отчеты, его можно экспортировать. Последний отчет в анализе обратных ссылок – это страницы «Лидеры». Здесь вы найдете список страниц, для которых было найдено самое большое количество входящих ссылок. В большинстве случаев наверху списка будет главная страница сайта в разных вариациях. Но гораздо важнее здесь смотреть не на главные страницы. Анализируя конкурентов таким образом, вы можете найти, какой контент на их сайте привлекает наибольшее количество обратных ссылок. И если на вашем сайте нет подобного контента, вы будете знать, над чем стоит поработать. В этой таблице перечислены стандартные метрики, такие как количество ссылающихся доменов и страниц, а также Serpstat PageRank и TrustRank. Это все, что я хотел рассказать в этом видео про анализ обратных ссылок. Если у вас появятся любые вопросы, нажимайте на зеленую кнопку, открывайте чат и задавайте свой вопрос нашей службе поддержки. А в следующем видео я расскажу вам о том, как работать с модулем мониторинга позиций в Serpstat и какие там есть фичи. Спасибо, что смотрели. Пока!